Сейчас мы дошли до 125 градусов за несколько процедур. Постепенно прибавляем. Лежишь, а за тебя все делает специальный аппарат. Только врач и пациент знают, это кажется, что легко. Ведь в анамнезе женщины замена тазобедренного сустава и сложный перелом. Этот аппарат у нас предназначен для разработки сгибания суставов. У нас после эндопротезирования очень много пациентов. И угол сгибания бывает очень маленький. Они самостоятельно не могут согнуть, особенно до 90 градусов. Аппаратом сгибаем определенный угол, делаем. И потом они уже самостоятельно начинают разрабатывать. Буквально на ноги Ирину Суворову поставили врачи травматологического отделения Звнегородского подразделения Одинцовской областной больницы. Но без трости женщина ходить не могла, начинала хромать. Специалисты вместе с пациенткой взялись за амбициозную задачу отказаться от дополнительной опоры до Нового года. Помочь в ее решении могла только реабилитация. Ирина Борисовна, мы провели комплексные реабилитационные мероприятия, в которые мы включили это оздоровительное плавание, мы включили ей лечебную физкультуру в индивидуальном порядке, мы ей провели механотерапию, провели ей артромод, и она у нас ходила на таком аппарате лестница. В дополнение к этому физиотерапия у Ирины Борисовны времени на отдых не было, но оставались силы на прогулку, и это тоже помогло получить желаемый результат. Удалось, удалось. Два дня я уже отказываюсь от палочки сегодня, я даже забыла где-то, вернулась за ней. Удалось. Я думаю, что я домой поеду уже без палочки совсем. Ирина Суворова не первая пациентка Звенигородского подразделения, которая сразу после лечения попала в руки реабилитологов. Ведь чем раньше приступить к восстановлению, тем лучше будет результат. Сотрудничество медицинских учреждений началось около полугода назад. Пациент должен быть мобильный, но нет возвращения по возрасту. Самая возрастная пациентка, которую мы отправили Екатерине Ивановне на реабилитацию после эндопротезирования по поводу перелома шейки бедренной кости, ей было 92 года. И пациентов берут здесь со швами. Многие центры это не делают. Здесь, во-первых, пол МС, то есть для пациента абсолютно бесплатно. Дома себя не жалеем. Дальше продолжаем физические упражнения. Можете заниматься скандинавской ходьбой, можете встать на беговые лыжи. Да, Игорь Сунафович? Как-то надо менее травмоопасно. Вот плавание для... Да, главное, чтобы не было повторных падений. Поэтому пока о лыжах и велосипеде на какое-то время Ирине Борисовне придется забыть. На новогодних каникулах теперь уже бывшая пациентка планирует много гулять со своими близкими. Тем более, теперь ей уже не нужна трость. И это, пожалуй, лучший новогодний подарок. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.